Приветствую вас, друзья! Видите, моя картина Берегиня, какая она классная! Она у нас есть в книге, в книге, в этой книге, где мы используем энергию страха, стресса, переводим как в Айкидо эту энергию, бросаем её на решение нерешаемых задач и достижения мечты. Да, друзья, в разы быстрее можно с помощью метода саморегуляции ключ добиваться своих целей и достигать своей мечты. Поэтому она как раз-таки у нас в российской учебник по физкультуре для 10-11 классов профессора Матвеева. Только проверенное ставят в учебнике. Я, конечно, счастлив и горд, что моё имя в учебнике уже не первый раз. Но дело-то в том, что счастье моё заключается в том, что я делюсь с вами то, что проверено, то, что я своим детям давал, то, что я внукам давал. Потому как, если вы, допустим, можете давать своим детям, значит, вы хотите им хорошего. И мой сын, Ален Алиев, поэтому стал известнейшим психологом. И моя дочка, Шейла Алиева, тоже стала известнейшим психологом. И моя внучка психолог, и, короче говоря, вся династия нашей семьи знает секреты метода саморегуляции ключ. Поэтому, когда ко мне обращаются люди, как мне дозвониться до Шейла или до Алена, пожалуйста, напишите там и получите ответ. Да. Пишите, пишите. В WhatsApp мне пишите, в Skype мне пишите, получите ответ. Но я хочу вам сказать главное. Помните, есть такая легенда, типа Менделеев увидел свою таблицу Менделеева во сне. Но почему-то Менделееву она как бы приснилась во сне, а вот мне, например, таблица Менделеева не снится. И вам, наверное, не снится. А может, кому-то и снится. Я изучал историю Менделеева. Да, сейчас скажу кое-что. Я изучал историю Будды. Я изучал историю Альшулера. Я изучал историю... Вот всегда забываю его имя. Ну почему? Ну прямо оно невозможно. Вот это вот. Всегда все помню, все имена помню. А вот его имя все время забываю. Тесла, Тесла, великий Тесла. Да, ну изучал эти истории и сделал необыкновенное научное открытие на стыке всех этих разных дисциплин. Я понял, о чем говорил Менделеев. Я понял, почему говорил Тесла о встрече с Абсолютом. Я понял, почему он говорил. Я понял, почему Альшулер говорил о психологической инерции человека, которую надо устранить, если вы хотите открыть новое. Я понял все это. И в следующем ролике я вам это все расскажу. Но сейчас я хочу вам сказать вот что. Прежде чем делать приемы ключа, которые снимают на автомате нервно-мышечные зажимы, которые мой сын Ален очень хорошо показывает, а я его на вебинаре следующем попрошу, чтобы он нам показал. И прежде чем я попрошу Шейлу, чтобы она на вебинаре нам показала свою часть технологии суперскую. Прежде чем делать вообще приемы ключа, которые у нас и в учебнике, которые у нас во всем интернете, прежде чем делать, вы должны все время помнить, друзья, главное правило подбора ключевых приемов. Делать только то, что вам приятно и хочется продолжать. Это безопасность. Поэтому это учебники для десятых и одиннадцатых классов, где ничего непроверенного никогда не ставят. До встречи, друзья. В следующий раз расскажу, почему Менделеев об этом сказал. И даже скажу, знаете, что я вам скажу? Что эфир до первого элемента Менделеева рихнул предположить, это так называемая пустота, нейтральное, нулевое, переходное состояние между базовыми режимами работы мозга, постигаемое сознанием между сном и бодрствием, и трансом, между рациональными и рациональными доминантами Ухтамского, с природой определения сознания, как беспредельное и безвременное, называемое Теслом Абсолютом, я читаю по тексту, Буддой, безмятежностью называемой, восстановительной нирваной, переходящей в поток Чихсен Михаил, величайшего психолога современности, в условиях поиска решений, получаемых методом ключ, путем синхронизации ментальных или физических действий с текущим индивидуальным психофизиологическим состоянием в моменте. Это ключ к медитации, то есть размышления без страха, шаблонов мышления, авторитетов, без психологической инерции личности Пальшулера, автора теории Трис. Да, друзья, видите, я вам прочитал, прямо протараторил, а вы посмотрите этот блок пару раз и всё поймёте. И самое главное, будете правильно подбирать упражнения по ключу, а за следующий раз сделают такой ролик, но ксимательный.